Самара стала в этом году одной из пяти площадок, где прошел общероссийский гражданский форум. Это стало возможным благодаря активной жизненной позиции жителей региона. Состоялись подобные встречи по традиции в Москве, а еще в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В каждом городе обсуждали разные темы. В Самаре форум посвятили проблемам инклюзии, мерам поддержки и координации действий в период пандемии некоммерческих организаций, которые взаимодействуют с инвалидами, пенсионерами, заключенными и детьми-сиротами. Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров его поддержал и сказал, что нет, это нужно вообще развивать и вообще внедрять такие форумные площадки в регионы. Это очень важная вещь, чтобы люди могли встречаться, но не просто обсуждать. Самый важный итог – это набор конкретных действий. Это называется гражданский календарь. Для уязвимых групп изоляции оказалось более сложным испытанием. Например, усыновление сирот стало проблематичнее, чем до начала новой эпидемии. Но решения все же рождаются. Это знакомство будущих родителей с ребенком в интернете, а потом несколько гостевых дней в семье. Нельзя избыточной заботой зачеркивать будущую жизнь ребенка с родителями. Я вообще надеюсь, что в рамках этого гражданского форума это предложение будет принято, и Самарская область станет пилотным регионом, который это реализует в полную силу и покажет пример другим регионам, как можно работать и помогать детям обретать семьи. Пострадали за время пандемии люди с редкими заболеваниями, которым нужна регулярная медпомощь. Порой получить ее было практически невозможно. Это значительно сказалось на качестве жизни наших ребят, в общем, действительно повлияло на их судьбу определенным образом. Поэтому очень важным, я считаю, в этой ситуации предусматривать возможность для лечения людей с другими заболеваниями, кроме ковид. Как следствие пандемии назрели в обществе и психологические проблемы – апатия, депрессия, страх перед вирусом. В Сызранском районе к таким людям помощь приходит в режиме онлайн. Реализовали подобный проект с помощью президентского гранта. Мы будем его реализовывать до сентября 2021 года, ну а потом тиражировать уже, потому что даже если, дай бог, вот эта ситуация с пандемией закончится, то мы, тем не менее, думаем, что будет востребована, особенно в отдаленных районах, такая помощь. На Общероссийском гражданском форуме в Самаре эксперты озвучили успешные практики взаимодействия общества и государства, а также механизмы минимизации социальных рисков в кризисных ситуациях. Самарский опыт планирует применять и в других регионах. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.